До начала фестиваля считанные минуты. Участницы музыкального марафона при полном параде. Прически, макияж. Одни успевают познакомиться, другие рады старым товарищам. Здесь царит особая атмосфера, где звуки музыки и разговоры по душам между собой тесно переплетаются. Хороший настрой. С настроением все пришли. Давно не встречались с этими болячками. Сейчас все с радостью пришли. Образы продуманы до мелочей. Народный хор ветеранов войны и труда управления Забайкальской железной дороги Варенька, дамы в красном. Не заметить невозможно. Платья такого яркого цвета участницы надевают на концерты в памятные даты. У нас одежды разные есть. Нам в Совет ветеранов Забайкальской железной дороги шили новые платья, но они более летние. А это платье уже много лет, более 10 лет. Поэтому как-то они символизируют, допустим, на 9 мая. Или какие-то песни мы патриотические поем. И тоже как бы они символ этих песен. Перед выходом на сцену обязательно распевка. Этакий вход в кураж, чтобы поймать настроение. За горою у колодца, где студеная вода, там за жнейкою вязала, сноб и девка молода. Николай Колосюк наедине со своим верным соратником, баяном, музицирует, фантазирует. Глубокое погружение в музыку обязательно отразится как на технике исполнения, так и на идейно-художественном замысле. Первый раз я взял музыкальные инструменты людей в возрасте 12 лет, наверное, так считать надо. И вот до сих пор баян со мной. Участие в фестивале принимают 16 творческих коллективов. Каждый должен исполнить по три музыкальных произведения. Благодарю за участие, что вы не собрались с вами. Сегодня у вас насыщенный день. У вас будет какой-то замечательный день. Думаю, вы пройдете с большим удовольствием. Мы будем вспоминать и каждый год это проводить. Ну и от себя лично хочу сказать, что мы каждому хору выделим по 10 тысяч рублей. Первыми на сцене появляется народный хор «Россияне». В исполнении этого коллектива песни советских композиторов, городские романцы, патриотические и лирические произведения звучат совершенно иначе. Проникновенные голоса исполнителей завораживают и чаруют. Главная задача этого музыкального марафона – объединить целые плеяды ярких и творческих людей, любителей хорового пения. Ведь здесь есть исполнители, возрастной рубеж которых перевалил за 90. Однако без песни, так же как и без любви, эти вокалисты не представляют своей жизни. Вы слышите, как сейчас поют наши ветераны, понимаете, потому что песни – это основа жизни нашей. Не будет песни – не будет жизни. Поэтому вот такое мероприятие, городской совет при поддержке администрации города и комитету культуры мы проводили и будем проводить. Их песни посвящены миру, труду, родине и, конечно же, Забайкалью – уголку, о котором всегда хочется слагать самые добрые строки и петь самые душевные песни.